В картинной галерее открылась уникальная выставка кубанского художника Ивана Гончарова. Она необычна тем, что здесь представлены работы, которые никто никогда не видел. А еще об авторе написана удивительная книга, которую можно не только почитать, но и послушать. Анна Монастренко с подробностями. «Остаться собой» или «Жизнь русского Ван Гога» – так называется выставка, посвященная памяти кубанского художника Ивана Гончарова, творчество которого – это тернистый путь длиною в жизнь. Русский Ван Гог, недоучка, кубанский самородок, гуляка, певец родной протоки – все это сказано об одном человеке – Иване Емельяновиче Гончароме. Будущий самобытный художник с нелегкой судьбой пришел в этот мир в нелегкое время. Он родился в 1943 году, в годы войны на границе Крымского и Иславинского района, в Ахопе, куда его беременная мать прыгнула, спасаясь от немецкой бомбежки. На выставке представлено более 40 работ, и большинство из них нигде и никогда не выставлялись. Жителям нашего города предоставилась уникальная возможность первыми взглянуть на них и увидеть не только мастерски выполненные пейзажи и натюрморты, а душу самого автора, метущуюся, с переменчивым настроением, ветреную и консервативную одновременно. О своем творчестве Иван Гончаров писал «В полотнах весь я, весь до дна, от поражения и до взлета, вне скрипки порвана душа, в них кроется мажора ноты». «Я постарался представить, как можно больше картин, которых еще нигде никто никогда не видел. То есть это работы, скажем так, из-за храмов. И на ваш сутфер выставил, оцениваетесь, смотрите. Вы увидите, глядя на картины, можно увидеть и настроение автора, и в каком он был состоянии, скажем так, и как он продвигался от года в год, из года в год, и все лучше, лучше, лучше. То есть он работал над собой, трудился, и вот труд его я решил представить всем вам». Инициатором выставки памяти Ивана Гончарова выступил его сын Сергей, который не только собрал уникальную коллекцию картин своего отца, но и стал идейным вдохновителем написания о нем книги, которая сама по себе уже произведение современного искусства. Дело в том, что книгу можно назвать «живой». Если скачать специальное приложение на телефон, а потом навести экран на картинку из книги «Она живет», прозвучат песни и стихи о творчестве художника. Друзья и знакомые поделятся о нем своими воспоминаниями. «Здесь автор книги Александр Липин рассказывает, как создавалась книга». Такие книги называются «книги с дополненной реальностью». Каждая из 77 фотографий, размещенных здесь, оживает. Благодаря таким современным цифровым возможностям можно еще больше узнать о художнике, лучше понять его творчество. «Человек положил жизнь на кон. Не каждый на это способен, чтобы идти всю жизнь одним путем и достичь определенных своих целей и посвятить этому жизнь. Это как пример. Это скорее книга написана для того, чтобы, может, кого-то это вдохновит, кому-то станет примером. А моя работа заключалась только в том, чтобы привлечь к этой книге, заинтересовать, может, молодежь, применить технологии 21 века, дополнить ее, то есть вдохнуть в нее еще дополнительный воздух, чтобы она была уникальная в своем роде». Уникальную книгу о тернистом пути кубанского художника Ивана Гончарова можно приобрести на официальном сайте его сына – емельяновичart.ru. Выставка работ в картинной галерее будет работать до конца июля. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События». Дмитрий Волошин, программа «События».